На встречу присутствовали все те, кто так или иначе причастен к подготовке и проведению этого мероприятия, в том числе руководители здравницы отелей, на территории которых будут размещены сценические площадки. По данным организаторов, в Сочи на Всемирные хоровые игры приедет минимум 40 тысяч гостей из почти 100 стран. Это будет рекордное количество за всю историю этого конкурса. К примеру, в прошлый раз в Риге собралось 27 тысяч участников из 73 государств. Как отметил Анатолий Пахомов, за право принимать такие масштабные развлекательные мероприятия идет серьезная борьба среди всех туристических городов мира. Подобные события всегда привлекают многочисленных туристов, а это значит, в местном бюджете будут средства на решение важных социальных вопросов. Если мы сегодня сделаем так, что постепенно с города уйдут мероприятия, мы придем к тому, с чего начинали. Это надо понимать. Никаких здесь чудес не бывает. И даже то, что говорят, что все поедут к нам, насильно мил не будешь. Если здесь не будет интересно, если здесь не будет качества, то найдут, куда поехать. Принято решение до конца года создать дорожную карту по подготовке к играм. В ней должно быть отражено все. И выбор оператора, который возьмет на себя обязанности по организации питания участников конкурса. И создание центра для средств массовой информации. И проект транспортной логистики, по примеру, Олимпийского. На встречу подчеркнули, от уровня проведения этого конкурса зависит не только имидж города, но и всей страны. Пока ни одно мероприятие, даже в России, с таким огромным количеством одновременно пребывающих иностранцев не было. Министерство иностранных дел России приняло беспрецедентное решение о безвизовом въезде в нашу страну 20 тысяч иностранцев. Даже на конкурс Чайковского, где было полторы тысячи участников, и то не приняли такое решение, сейчас приняли. Это еще раз говорит о статусе нашего мероприятия. Следующее рабочее совещание пройдет 2 декабря в Москве. Его возглавит куратор проведения всемирных хоровых игр в России, заместитель председателя правительства Ольга Голодец. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Голодец.